всем привет с вами ваш переводчик асулхан и сегодня у нас реакция из мексики зовут нашего новенького еска и вот его творчество не буду вас томить скажу только одно мне очень сильно понравилась его реакция всем приятного просмотра впервые за всю историю моих реакций димаш играет на пианино это еще раз показывает что он совершенстве владеет не только своим вокальным инструментом но также искусно он играет на пианино впервые я вижу как он вышел из зоны своего комфорта я имею ввиду он здесь не только поет я вам вот что скажу это совсем не просто ведь нужно синхронизировать голос и пианино вот вот это это Ох, ёшкин койот! Я знаю, что это святотатство и кощунство прерывать этот голос. Все эти чувства, которые он отпечатывает в своем голосе, в этих переходах. Я про вот этот его первый голос. Это такой голос, который между средним и низким голосом. А здесь это фальцет, без какой-либо потери контроля голоса. Про пианино я вообще молчу. И было бы неплохо взглянуть на то, что пишут нам наши подписчики. Один из них пишет «Ададжио» Это песня Лары Фабиан. И чтобы её спеть, требуется недюжинный талант. При этом мелодия очень красивая. Димаш обожает Лару, и он всегда мечтал спеть с ней на одной сцене. Люди, которые мелькают в кадрах, это конкурсанты. Они соперничают с Димашем. И ему здесь всего 22 года. 22 года? Тогда точнее, 22 годика. Ой, глупцы! Это я про тех, кто здесь соревнуется с Димашем. Получается, это какой-то конкурс. Так-так, это, наверное, такая жуть, быть участником, который выступает после Димаша. После Димаша остаются только глаза на выкате и волосы дыбом. Я говорил про этот голос между средним и нижним. Ну чё, держите по самое сомбреро. Димаша. 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 Ну чё ж, а у нас опять пауза. Вот такая у нас интерпретация. И все же понимают, что он меняет свой голос в этих переходах. Но никто не поймет, когда именно он это делает. У него это как-то вот так получается. И вроде бы он поет фальцетом. А потом бац! И мы уже слышим совсем другой голос. Такой оперный. Вот здесь был фальцет. А вот здесь он его уже меняет. Он меняет его, когда как бы перезаряжает резонатор. Но он до сих пор использует вот эти высокие частоты. Свой высокий голос. Это все происходит на одном уровне высоких частот, где он усиливает свой голос или украшает его другим резонатором. И это уже не будет фальцетом. Давайте посмотрим на этот переход. Он делает это настолько нежно, что ты даже не замечаешь изменений. А вот и переход. Как будто бы микрофон сам двигается и создает это вибрато. Надеюсь, вы понимаете. Мы где-то на экваторе нашей реакции. И хочу сказать, что у нашего диакционера есть полный арсенал, как мне кажется, чем должен обладать музыкальный блогер. Во-первых, у него есть чувство юмора. Во-вторых, у него есть профессиональные знания в музыкальном плане, в вокальном плане. Ну и в-третьих, он достаточно эмоционален. Продолжим. музыка. Вы Чёрт бы меня побрал! Он так легко овладевает публикой. Для этого парня нужна лишь одна секунда, и всё, все люди в его кармане. Потому что он начинает свою интерпретацию вот так. Ты даже не понимаешь и не осознаёшь, в какой момент это происходит. И всё, твои глаза горят, и он катает тебя по этим звуковым волнам, туда-сюда, одним только своим голосом. И это так прекрасно чувствовать. Здесь можно даже увидеть, как эти звуковые волны достигают до публики. Все эти выражения лиц показывают, насколько люди вовлечены в песню. А сейчас самое время, чтобы расчехлить свою вокальную пушку. О, ого! О, ого! О, ого! Я воспользуюсь этим музыкальным затишьем, а ведь это все начиналось с пианино. Он сидел себе и играл на пианино, а потом это начало повышаться, 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 а потом он подключил свой атомный голос, который как электрогитара. И это все в совокупности зазвучало как настоящая рок-баллада, где мы слышим нарастающую интенсивность. Здесь уже подключаются барабаны и ударные, и все эти элементы помогают песне стать такой большой. Как?! Подождите, если это один из участников... То ему кранты. Прямо сейчас он придумывает отмазку, чтобы свалить с этого конкурса. Просто... Как ты собираешься соревноваться с ним? Ой, не смешите меня. Не смешите. Тебе лучше сделать Себастьяна отсюда. Да, это печально, но здесь победит только один, и это будет Димаш. Так, меня тут обвиняют в моих словах, когда я сказал, что это врожденное. Я не знаю, если вы говорите о таланте, я всегда отвечаю на это примерно так. У скольки людей на планете есть такие же способности? Я даже не знаю, какое определение ему дать. Я верю в то, что можно упорно трудиться, можно учиться этому и практиковаться, но понимаете, ведь это вечный спор. Есть люди, которые думают, что таланта не существует, что все, что мы слышим, видим, чувствуем, пришло через практику. Лично я так не думаю. Я уверен, что с этим нужно родиться, когда в тебе уже заложены определенные физиологические характеристики от природы. Есть люди, которые могут учиться этому всю жизнь, тренироваться и ночью, и днем, но они все равно не достигнут и половины того, что мы сейчас слышим. Поэтому я думаю, что это талант. Конечно же, это талант. Это такой уникальный случай. Один на миллион. Конечно, я тут немного перегнул со своими ха-ха-ха. Я не сомневаюсь, что и у этого человека тоже есть талант. Но просто представьте, каково это выступать после Димаша. Всем добрый вечер. Меня зовут Альфонсо. И сегодня я вам спою... Это ж гарантированный провал. Это ж тотальный Апупей. Все, приехали. Я ушел. Ушел, Аманжоу. Да какого хуана здесь творится? Что мы только что услышали? Извините, давайте послушаем еще раз. Посмотрите на эти лица. Посмотрите на выражение лиц всех этих людей. Вот это сеньора. Лицо этой сеньоры, это суммарное состояние всех нас в этот момент. Это даже не ступор. Это уже настоящие конвульсии. Просто посмотрите на нее. Си, Сой. Субтитры сделал DimaTorzok. Как? Вот как? Что мы, черт возьми, только что смотрели? Вот что это было? Слушайте, мы уже смотрели много выступлений Димаша, которые напрочь выносили нам мозг, потому что у него совершенное звучание, все эти свистковые ноты. А здесь Димаш еще и совершенен в самой интерпретации. Это Димаш, который полностью оставляет себя на сцене. Никто и ничто его не остановит. Вот это он, конечно, выдал. Ё-моё! Вот так выдал, конечно. Посмотрите на эти лица. Это лица людей, которые участвуют в этом конкурсе. Все, конкурс окончен. Бетте шарва! Идти шарва. В июрией. Играет музыка. В июрией. Да, димашь! Субтитры сделал DimaTorzok Вот это конец! И он же знает, что он только что сделал. Он всё понимает. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилась эта мексиканская реакция. Это была его не первая реакция. Если честно, я не понял, какая из реакций у него первая. Возможно, у него тоже что-то было с каналом. И ему пришлось что-то удалять, что-то восстанавливать. Подписываемся на наш Телеграм. Подписываемся на наш Инстаграм. Ставим лайки, комментарии. Всех люблю. Всех обнял. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok